Александровна представит нам презентацию по теме применения подгрупповой дифференцировки КСГ как механизм рационального использования средств территориальной программы ОМС. Опыт, который уже есть в Московской области. Здравствуйте, уважаемые коллеги. Я присоединяюсь к поздравлениям, Ивану Сократову. Спасибо вам, долгих вам лет жизни и процветания, конечно же, любимого института. Позвольте коротко представить свой доклад и сделать основные акценты на проблемах и путях решения. Прежде всего, по исполнению программы госгарантий в части исполнения объемов помощи по профилеонкологии. Мы видим, что начиная с 2019 года, когда это стало фактически национальным проектом, объемы помощи перевыполняются в среднем где-то на 30%. Если мы посмотрим корреляцию перевыполнения объемов помощи и объемов финансирования, то фактически они идут нога в ногу. Каким образом производится финансирование тогда, откуда берутся деньги? Естественно, деньги съедаются за счет иных профилей. Но следует отметить, что в дневном стационаре средняя стоимость все равно не достигает средней стоимости в программу госгарантий. С 2021 года, когда изменился порядок применения коэффициентов уровня, мы видим, что явно стоимость выбора финансовых средств отстает от выполнения объемов. Следовательно, средства образуются именно для увеличения... Есть возможность увеличения объемов медицинской помощи за счет нового способа оплаты. И, конечно, это должно иметь место отражения в программах госгарантий, в том числе и территориальных программах. Что касается структуры оказания медицинской помощи по формам собственности. Это и в продолжении вопроса, будут ли частные медицинские организации присутствовать на рынке медицинских услуг по профилеонкологии. В частности, в Московской области мы видим, что фактически две трети объемов медицинской помощи оказываются государственными лечебными учреждениями. И одна треть – это частные лечебные учреждения. При этом следует обратить внимание на то, что в объемах финансирования частные лечебные учреждения занимают объем даже больше, чем государственные. И при этом по количеству лечебных учреждений частных государственных учреждений фактически в четыре раза меньше, чем государственных. Что касается методов лечения и распределения по государственным, федеральным и частным лечебным учреждениям. Ну, фузы здесь присутствуют, но следует отметить, что в настоящее время, уйдя в отдельный фактический регион, объемы помощи здесь сходятся на ноль. Порядка 70% в целом по МОС-области занимает эта химиотерапия. 7-10% – это луч, и оставшиеся 20% – это хирургия. При этом, если мы посмотрим, как распределяется по частным медицинским организациям, то фактически 90% объемов помощи – это химиотерапия, даже 95%, я бы сказала. И только 5% – это лучевая терапия. Лучевая терапия обеспечена частными медицинскими организациями за счет внедрения концессионного соглашения. И фактически 90% луча у нас – это частные медицинские организации, это концессии. В отношении, также хотела бы паргументировать, за счет чего же растут объемы помощи, в том числе по химиотерапии. Начиная с программы 2019 года, количество курсов на одного пациента было 3,8. На сегодняшний момент прогноз в 2021 году, мы думаем, что это будет 7. Сейчас 6,5. Думаем, по году будет 7 курсов на одного пациента. В отношении стоимости, конечно, стоимость значительно приросла в 2021 году по отношению к 2019 году. Несмотря на то, что, опять-таки, хочу сказать, изменилась система формирования тарифов. В отношении топа лекарственных препаратов. В 2019 году залидрованная кислота была в КСГ по профилю онкологии. В 2020-2021 году она у нас исчезает. Это именно связано не с тем, что она исчезла из схем лечения, а с тем, что она исчезла из клиникостатических групп. Топ препаратов, топ схем, которые используются, вы видите, что по средней стоимости они в основном все не превышают 50 тысяч рублей. Это мы сложили и круглосуточный дневной стационар. Прошу обратить ваше внимание на препарат Неволумаб. 480 миллиграммов в первый день, цикл 28 дней. В структуре оказания медицинской помощи занимает почти 3% как в 2020 году, так и в 2021 году. Но я хочу обратить внимание на тариф. Смотрите, 2020 год это 772 рубля и 2021 год 413 рублей. Это то, что тариф присутствует в справочнике. Анализируя выполнение объемов помощи и средней стоимости по формам собственности, мы обратили внимание на то, что в государстве, если мы говорим о том, что у нас 13 уровней КСГ по химиотерапии, то в частных медицинских организациях КСГ верхнего уровня занимает 90%, КСГ нижнего уровня 10%, в ГУЗах абсолютно наоборот. Отсюда мы и видим, при 1,3 исполнении объемов помощи, объем финансирования это фактически 50%. Мы стали анализировать, за счет же чего и чем так привлекательны верхние схемы. Оказалось, что в 2020 году по препарату Неволумаб, скажем так, маржинальная маржа была 300 с лишним тысяч. И мы приняли решение, что необходимо начинать разгруппировку препаратов, начиная с верхнего уровня. Мы ежемесячно делали, разгруппировку препаратов производили параллельно круглосуточный стационар, дневной стационар и спускались вниз, спустились до 10 уровня, там, где присутствовала наиболее маржинальная схема. Мы по принципу закладывали это стоимость препарата по ГРЛС и рассчитали стоимость лечения в дневном стационаре, то есть в среднем дельта составляет у нас порядка, от стоимости препарата до тарифа, это 10-15 тысяч рублей. То есть это, скажем так, на введение препарата. Далее, точно так же мы произвели разгруппировку в дневном стационаре по Неволумабу, и мы, естественно, получили экономический эффект. Если вы посмотрите, 2020 год, с января по июль данным препаратом было пролечено в круглосуточном стационаре 1620 пациентов, в дневном 845. Смотрите, после разгруппировки объемы помощи резко упали. Он стал менее привлекательным. Ну да, он стал менее привлекательным. Объемы помощи упали в круглосуточном стационаре фактически в два раза. Экономический эффект мы получили до конца года, это 390 миллионов рублей, что нам позволило пролечить большее количество пациентов, в частности, при проведении химиотерапии. Больше количества циклов. В 2021 году у нас интересно ведет себя препарат пембролизумаб. Здесь маржинальная схема уже, конечно, она не такая яркая, как в 2020 году, но тем менее она присутствует. Мы тоже его разгруппировали, эффект получили на сегодняшний день 76 миллионов. Препараты интересно себя ведут по годам, где-то я хотела схему, в другом месте, ладно. По соотношению топ-схем лечения и потопу нозологии. Мы говорили с вами, что, да, опять-таки, на первом месте рак молочной железы. Стоимость препаратов здесь сколеблется от 13 тысяч до 59. Средняя стоимость, опять-таки, по лечению химиотерапевтического курса не превышает 50 тысяч. По злокачественному новообразованию предстательной железы здесь стоимость вообще достаточно низкая. Она в среднем получается 15-17 тысяч. Третье место – это слепая кишка. И вот он наш невлумаб – это меланома. Предложение наше. Прежде всего, необходимо увеличить количество подгрупп в справочнике КСГ. Кроме того, мы считаем, что недопустимо превышение стоимости схем лечения в дневном стационаре над круглосуточным стационаром. Кроме того, есть такие интересные схемы лечения с точкой и без точки, что делает лечебное учреждение. Значит, скажем так, начинает дробить схемы. И получается, съедаются объемы медицинской помощи и получают явную выгоду, вот здесь пример, в частности, порядка 50 тысяч. То есть такие схемы нужно тоже, мы считаем, что исключать. И вопрос – это включение в схемы лечения, в справочных схем лечения, которые есть в Клиндреках, но нет в группировщике Федерального фонда. Мы нашли для этого выход. Мы в 2020 году это активно использовали. Мы вводили по письмам главного специалиста о том, что это необходимо, есть назначение. И использовали с кодом схем 903-904. В принципе, проговорить с Федеральным фондом программа это позволяет сделать. Спасибо за внимание.